В Финляндии произошел казус в ходе церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию. Во время мероприятия финский трансгендер Мина Мария Антикайнен вышел на лед, но позорно упал при исполнении простого элемента. На помощь спортсмену подоспела местная фигуристка, так как 50-летний трансгендер не смог сам встать. Видеоинцидент успела широко разойтись по сети. На ситуацию обратили внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Напомним, что чемпионат Европы проходил в Финляндии с 25 по 29 января. Среди женщин победительства стала Анастасия Губанова из Грузии. У мужчин первое место взял француз Адам Сяохимфа. 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 олимпиады, которая прошла, о чем я задумывался. Вот у тебя же был шанс стать спортсменкой. Олимпийской чемпионкой. Олимпийской чемпионкой, да. Ведь спортсмены, они ведь гораздо известнее в глобальном масштабе, в мире. Потому что наших звезд знают, как правило, только у нас. Ну, кого знают? Мы не знаю, за границей. А спортсмены знают все. Вот задумывалась ли когда-нибудь об этом? Жень, ты знаешь, жизнь такая штука, она преподносит всякие сюрпризы. Я хочу сказать, что дойдя достаточно до высокого, никак не достаточно, а до высокого уровня, будучи в сборной команде России, чемпионкой России, в шестерке сильнейших спортсменов мира. Я каталась когда-то с Романом Костомаровым, вот до Татьяны Навки, вместе в паре. Ну, так получилось, что травма не выбирает, кто хочет стать олимпийским чемпионом или нет. Травмы, они такие коварные штуки, что они приходят, и, к сожалению, наверное, если бы не травма, может быть, действительно бы я и стала олимпийской чемпионкой, потому что мы шли, мы очень хорошо катались, Леничук-Карпоносова последние свои три года я каталась у них в группе. Это была сильнейшая группа по танцам на льду на тот момент. И, ну, хотя, вот знаешь, Жень, я такой человек, который верит в то, что все, что происходит с нами, это не просто так. Ведь, ты знаешь, вот Иглесис, допустим, да, он получил травму, тоже был, будучи футболистом. Он лежал два года, не мог играть в футбол. Про старшего, да. И научился, и только тогда он обучился музыке и стал гениальнейшим певцом. Мы приобрели просто, я его очень люблю. А, наверное, тогда, когда у него была травма, он лежал эти два года, ему казалось, что у него уже закончена. И как все несправедливо, как и мне казалось тоже в тот момент, когда я только получила эту травму. Как все несправедливо. Ну, да, тебе партнер не дождался, да, напарник твой? Ну, естественно, потому что, ну, спорт есть спорт, никто не мог ждать столько времени, конечно, ему нужно было идти дальше, тем более он выдающийся спортсмен, он потрясающий Костомаров фигурист, и это действительно так, я это признаю. А когда ты в последний раз его видела? Ромку? А вот на ледниковом периоде я его видела, когда мы катались. Не могу сказать, что мы вот так вот плотно общаемся, я как раз больше дружу с Таней Навкой, мы подруги. А с Ромой мы хорошие приятели, скажем так, и с удовольствием, когда я его встречаю случайно где-то, то, конечно, с удовольствием общаюсь. Но вот так целенамеренно, целенаправленно, то есть я его видела, когда сама каталась на ледниковом периоде. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24. Вы, наверное, вам сто или тысячу раз уже задавали эти вопросы, но тем не менее, вы, вот когда началась Олимпиада, какие-то прогнозы в целом там были или нет? Или вы настолько были погружены в свою работу, что не думали, там, какое место будет у России? Конкретно на нас или на России? И конкретно вас, и конкретно России, конечно. На нас, конечно, у нас было очень такое серьезное давление, и мы его чувствовали. Кто давил? Ну, и общественности, пресса, и критики любителей фигурного катания. То есть, все прям, то есть, очень было немного страшновато читать, когда пишут, ну, в парном катании все понятно, лошадь стройниковым выигрывает. То есть, а мы понимали, что нам еще нужно кататься и доказывать. Вот. И, то есть, конечно, и не расслабиться, прежде всего. Вот. И, то есть, конечно, наши прогнозы, мы знали, что от нас ждут. То есть, и прям какая-то даже... То, что ждут, это понятно, сами для себя вот внутри. Ну, мы просто были готовы выигрывать. Готовы. Да, мы были готовы были выиграть, и у нас была такая прямо цель, которой мы шли всю жизнь. Поэтому... Да, и мы уже неоднократно говорили, что такое давление мы уже испытывали в Москве, когда был чемпионат мира в 2011 году. Мы выходили как дебютанты подобных соревнований, потому что только-только как бы наша пара стала существовать. И выходили последними на лед, то есть, когда все трибуны скандировали, да, вперёд, Россия, там, за нас болели, как бы уже немножечко хорошего опыта набрались. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Вот, насколько я понял, вы адаптировались уже к тому, что принято называть журналистским хамством. То есть, вы уже поняли, как надо себя вести с журналистами. А как вот насчёт фанатов? Ведь в своё время, опять же, в одном из телевизионных интервью вам задали такой вопрос, что... Откуда вы всё это берёте, расскажите? Из Ютьюба? Откуда? Вот же, сейчас же интернеты. Есть интернеты, просто набираешь в поисковой строке. И там прозвучало, по-моему, так вот и прозвучало, что вы как-то вот элементы стервозности у вас или были, или есть в общении с фанатами. Вы это преодолели? Да. Это я говорила? Нет, это, конечно, не вы говорили. Это говорили ваши собеседники. Какие добрые собеседники. Вы можете жить, становится веселее. Вы не помните, да, этого эпизода? Вы знаете, фанат фанату... Нет, конечно же, я этого не помню. Фанат фанату рознь. Когда человек совершенно не тактичен, наверное, как-то с ним нужно немножко... Поначалу нужно ему культурно сказать, а потому что человек не понимает, нужно как-то на его, наверное, уровень встать. Я не знаю. Я просто стараюсь таких людей избегать, и иногда моё молчание, или тогда, когда я просто понимаю, что от такого человека просто нужно отойти, оно воспринимается правильно, по-разному. Никогда никого я не посылаю. Иной раз бывают ситуации, когда ты торопишься после выступления на самолёт, или ещё что-то. Я никогда не даю автографов до выступления. Это примета? То есть я не суеверная, я не суеверная, но никогда, потому что мне кажется, что я начинаю расплёскивать свою энергию, которая мне должна понадобиться на льду. После выступлений, ради бога. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Вот когда про Латвию была речь и упомянулась виза, я вот подумал про Советский Союз. Тоже мы были одной страной, как-то. Есть различия между советским и российским спортсменом вот в отношении к профессии, к славе. К деньгам, наверное, точно есть, потому что раньше, в общем, таких денег не было, как сейчас. Вообще огромная отношение, огромная разница. Я вот вижу ее. Раньше настолько больше было людей, которые за честь флага, за честь страны просто убивались. Ну, я бы сравнил это даже с военным временем. Как-то так вот. За родину, за Сталина, да, покричали. И вот когда были эти 72-й год, Харламова, Роднина, и... Да-да-да. Ну, люди убивались просто. И причем понятно было, что там какой-то Волгой все это потом закончится, допустим, ну и, в общем-то, все. То сейчас спортсмены стали все это гораздо больше делить на материальное. Ну да. И как-то вся эта развала Советского Союза повлияла на то, что, ну, вы сами же видите, гимн поют там не все. Как-то отношение-то самого по себе. Ну, живем пока и хорошо, там будет возможность свалим, условно говоря. Но сейчас лучше уже становится. Сейчас уже вот Россия... То есть пошла какая-то тенденция, да? Пошла тенденция, да, к улучшению в этом отношении. Все-таки Россия, это становится такой правильной державой, с правильным воспитанием. Я надеюсь, что это будет некое подобие все-таки Советского Союза. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.